Еще одних учеников этой, как выясняется, очень продуктивной танцевальной тренерши. Каролина Мошенни и Адам Лукаш, выступающие... Нет, если она итальянского происхождения, то Каролина Москенни. Конечно же, Адам Лукаш, вот он-то как раз из Будапешта, спортсмены, выступающие под венгерским флагом. Собственно, у флагов Венгрии и Италии немало общего, только расположение полос. Вертикальная и горизонтальная. Ну и малогения звучит очередной посадобль. Сколько их уже было и сколько их еще будет в этой короткой программе. КОНЕЦ 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 Вот она ярчайшая танцевальная пара венгерской современности. Но и у Барбары появляется возможность немножко перевести дух и реабилитироваться за неудачное выступление ее соотечественников итальянцев. Но она бы, конечно, и Каролину Москенни бы итальянским флагом бы наградила. Но выступают они под флагом венгрии. А под итальянским Екатерин Рязаной со своим четвертым местом на европейском чемпионате. Венгрии в прошлом году был чемпионат Европы. Но должны же быть представлены они своими фигуристами на следующем европейском первенстве. Согласитесь. Оценка-то будет очень хорошая. И сейчас эти спортсмены запросто, запросто попадут в произвольный прокат. С лидерскими баллами. Запомните эти имена. Каролина Москенни. Адам Луков. Победители юниорского чемпионата в Венгрии. Были ли там еще участники? Не факт. С 96-го года. Партнеры и партнерша. Это Лето Кастаньет. Даром, что январь. В качестве постановщиков у этого дуэта числятся еще и Стефан Карроза и Игорь Шпильбент. Поэтому ничего удивительного, что за технику пока данные спортсмены получают выше соперника. Техника от Шпильбанда. И четвертый уровень за секцию Пасадобля. Четвертый уровень, вдумайтесь, от венгров. Это дорогого стоит. Техника от Шпильбанда. 51,44 балла. Венгрия в лидерах. Венгрия в произвольной программе. Продолжение следует. Игорь Шпильбан. Спасибо.